Откуда Бог взял кожу животных для того, чтобы сделать одежды для наших прародителей? Бог пролил кровь животных. Но обратите внимание на два момента, на два результата грехопадения и проклятия. В 18 стихе говорится о терниях и волчцах, которые произрастет земля. А в 21 стихе говорится о покрывале, умилостивлении. Конечно, в данном случае умилостивление временное, которое показывает нам предвестник окончательного умилостивления через пролитие крови, даже не животного, а человека, не просто человека, а Бога человека, Сына Божия и Сына человеческого, Господа Иисуса Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что, во-первых, земля проразвращает тернии, во-вторых, Бог делает одежды для наших прародителей пролитием крови животных. Заложите, пожалуйста, 3 главу Бытия и откройте Евангелие от Иоанна, 19 главу. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Здесь Иоанн рассказывает о кресте Христовом, о распятии Христа. Это известная вам история. Вы, может быть, уже знаете, на какую связку я хочу вам указать. Евангелие от Иоанна, 19, 2. «И воины, сплетшие венец из терна, возложили Ему на голову». Терна, терний, венец из колючек, на голову. Что Он берет на Себя? Что Христос берет на Себя? Вы все услышали, что сказал Игорь? Он берет на Себя проклятие. Он берет на Себя проклятие. Проклятие Себя на голову. Теперь откроем 23 стих. Иоанна, 19, 23. «Войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его. И хитон. Хитон же был не шитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать Его, а бросим у Нем жребий. Что же забирают они у Иисуса? Еще раз. Что они Ему дали? Они дали Ему проклятие. Тернии. Что они забирают у Него? Одежду. Так, а какой богословский термин? Они берут Его одежду, они берут... покрывало умилостивление. Они понимают, что делают? Конечно, нет. Нет, конечно. А Бог хочет, чтобы мы поняли, что происходит? Конечно, хочет. Понимает ли Христос, что происходит? Да, конечно. В нашем искуплении разыгрывается драма, в которой Иисус берет проклятие за нас и дает нам покрывало умилостивления. Шипы возлагают на голову Ему, чтобы одеждами облечь нас. Первый Адам получил розы без шипов. Второй Адам шипы без роз. Понимаете, что совершил для нас Христос? В Ветхом Завете Бог представляется нам прежде всего как Творец. В Новом Завете Господь представляется нам прежде всего как Искупитель. На самом деле, и в Ветхом Завете много говорится об искуплении. В Новом Завете много говорится о творении. Но Бог хочет, чтобы мы знали Его как Творца. И Бог хочет, чтобы мы знали Его как Искупителя. Я хотел бы передать вам один преподать вам один духовный урок. Очень и очень часто мы оказываемся в положении, которое кажется безвыходным. Непонятно, что делать. Непонятно, как здесь может быть счастливый конец. Именно тогда в нашу жизнь вмешивается Бог. Бог, потому что Бог способен сотворить то, что мы даже представить себе не можем. Бог может искупить тех, о ком мы даже не думаем, и так, как нам непонятно. Бог пришел, чтобы послужить нам, заблудшим. Иисус пришел, чтобы стать нашим Искупителем. В заключении хотел бы сказать следующее. Я скажу о тех людях, которые утверждают, будто Бога нет. О тех, кто считают, что нет жизни после смерти, нет искупления. Вот во что верят эти люди. Всем нам на самом деле в образовательной системе, в школьной системе промывают мозги. Промывают так, чтобы мы обошлись без Бога. Чтобы мы вынесли за скобки библейскую точку зрения. Наша задача, задача для нас, христиан, изучающих Священное Писание, для того, чтобы мы могли преподавать Священное Писание другим, наша задача учиться думать библейски. Не как змей, но по Слову Божьему. Вера наша пропитана разумом. Наша вера разумна. Вера атеиста неразумна. Наша вера это, конечно, вера. Но атеизм это тоже определенная вера. Вопрос. Какая же вера более разумна? Вот за что заставляет нас верить, во что заставляет нас верить атеист? Атеист хочет, чтобы мы поверили, что когда-то было время, в которое не существовало ничего. Когда-то вообще ничего не было. И все, что мы видим вокруг, появилось само собой. случайно. Клайв Льюис писал так. Если когда-то было время, в которое ничего не было, то есть совершенно ничего, в том числе и Бога не было, тогда бы и до сих пор абсолютно ничего не было. Это настолько простое утверждение, что оно понятно любому. Атеисты также предполагают, что в будущем сгорит солнце и опять вообще ничего не будет. Сгорит солнце, сгорят звезды, Вселенная закончится. мы верим, что есть рай и ад. В это верить несложно. Когда смотришь вокруг, когда смотришь на то, что существует в окружающем мире, достаточно посмотреть на то, что Бог уже совершил, и сможешь доверяться Божьим обещанием, когда Он говорит, что будет новая Вселенная, новое небо, новая земля. Мы видим разнообразие жизни вокруг себя, и нам легко поверить, что будет и другая жизнь. Такая вера куда более разумна, чем предположение, что мы возникли из ничего и стремимся ни во что. Мы подходим к концу истории творения и истории грехопадения. мы узнали о грехе и о последствиях греха. Последствия греха привели не только к нашей смерти и смерти наших детей, но к смерти Божьего Сына для того, чтобы мы обрели жизнь, не знающую смерти. Вот история искупления, история творения в книге Бытие, третья глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok